Понимаете о том, что вам дадут счастье, если только вы будете другим давать счастье. А когда убивают животных, куда эта боль переходит? Она вся придет в наши жизни. Если я немножко вас ущипну, вам же больно будет. А если убивают, эта боль не исчезает бесследно. Не думайте о том, что если вы кому-то причиняете боль, то это просто испарится, уйдет в никуда. Если кому-то делаешь боль, оно все воздается в нашей жизни. И в каждом языке Господь нам говорит. На самом деле, разговаривает. Каждый язык, Он дает нам определенный сигнал, определенное понимание. В каждом языке, сокровенном, вне зависимости от культуры. Слово «мясо» обозначает «я сам себя ем». Если это на санскрытии «мамсо», «я сам себя ем». Если это на английском «миид», «я сам себя ем». Если это на русском «мясо», на древнеславянском имеет то же самое объяснение. Даже через язык Господь объясняет о том, что если мы кого-то убиваем в следующей жизни и в этой жизни нам придет результат этого, и в следующей жизни нас будут точно так же убивать. Все будет в ровно одинаковое возмездие. Почему? Сейчас весь мир, вся цивилизация представляет собой большой бизнес, на котором люди делают деньги. Все остальные ценности ставятся на второй, третий, четвертый, пятый планы. Самое главное – это сделать деньги. И на мясе, на языке делается самый большой бизнес. Именно поэтому везде, в телевидении, во всех средствах массовой информации, наука сейчас служит точно так же бизнесу. Говорится о том, что если человек перестанет есть мясо, то он не выживет, он станет слабым, он станет несчастным. Но есть, во-первых, писание, во-вторых, очевидность сама. И многие диетологи, они сейчас говорят о том, что это полная неправда. Если человек начинает жить вегетарианской пищи, он совершенно ничего не теряет. Он только приобретает, он сохраняет свое здоровье. Если посмотреть на строение нашего тела, наше строение тела подходит именно для вегетарианской пищи. У нас нет зубов, которые предназначены для откусывания сырой плоти, как поступают хищники. У них очень острые резцы, они могут откусить сырое мясо. Вы пробовали откусить сырое мясо? Хищники, животные, они могут, у них сильные челюсти и острые клыки, они могут откусить сырое мясо. Они проглатывают сырое мясо, и у них переваривается только в желудке. И потом оно очень быстро, у них очень короткий кишечник, это сразу выходит из тела. У вегетарианцев, животных, у них другое строение зубов. Оно предназначено для жевания. Оно не для откусывания мяса, оно для разжевания различных слаков, фруктов, овощей. И переваривание происходит сначала здесь слюной, потом в желудке. Но самая основная часть переваривания введёт в кишечник, в этом 30-метровом кишечнике. Если человек принимает несвойственную для его тела пищу мясо, мясо, там эта гниль сохраняется годами в кишечнике. Кишечник это не что-то такое, не какая-то очень гладкая трубка. Кишечник он весь из волос, из определённых волокон. И всё это накапливается годами, загрязняет всё тело токсинами и ядами. Оно для этого не предназначено. И поэтому очень, если вы можете видеть, если есть люди вегетарианцы и люди мясоеды, до 40 они ещё более-менее одинаковые выглядят, а после 40 мясоед очень сильно отличается от вегетарианца. Он очень быстро старится. У него ишемические болезни сельца, у него рак, у него приступы сельца. Почему? Потому что у него всё тело отравлено ядами. Кишечник грязный, у него яды, токсины, у него холестерол повышенный. У него полностью весь организм, он изношен, он использовался не по назначению. Если вы посмотрите на очень мудрых людей, в прошлом или в настоящем, все мудрые люди вегетарианцы, если вы посмотрите на известных учёных прошлого, известных писателей, они все вегетарианцы. По статистике видно в компьютере, как бы вегетарианцы, они всегда показывают статистику о том, что самые распространённые болезни, как рак и приступы сердца, они именно в тех странах, в которых принимают мясо, тем больше мясо едут. И так же, если посмотреть на животный мир, теперь про слабость, это я сказала про строение тела, если смотреть, уменьшится при этом ли сила, если человек будет есть вегетарианскую пищу. Так вот, если вы посмотрите на природу, то вы увидите о том, что мясоеды-животные, такие как, например, собаки, у них не так много силы. Они как бы немного выплеснут свою силу, побегают, у них язык наружу, они лежат, им нужно восстановить очень долго, потом восстанавливать свою силу. Если посмотрите на львов, на тигров, когда бы вы их не видели в зоопарке или в телевизоре, они всегда лежат, они лежат, восстанавливают силу. Они точно так же во время своей охоты делают несколько прыжков, а потом сутками они лежат. Или леву так тяжело дышит, либо тигру, они всегда лежат. Но если посмотреть на животных вегетарианцев, например, на лошадь, силу измеряют в лошадиных силах. Почему? Потому что лошадь — это сильное животное. А лошадь — это быстрое животное. Если посмотреть, там силу не измеряют ни в тигриных, ни в медвежьих, ни в собачьих силах. Так вот, если посмотреть на оленей, то только больных оленей могут поймать животные мясоеды. Ни здорового оленя, никакой тигр не может сравниться по своей скорости со здоровым животным. Если посмотреть на... Вообще, если взять самых крупных млекопитающих, то это именно млекопитающие вегетарианцы. Это не млекопитающие мясоеды. Самое крупное млекопитающее, которое сухопутное — это слон. Это вегетарианец. Слон — это не слабенькое животное. И самое крупное, которое живет в воде — это кит. Это не мясоед, это вегетарианцы. Понимаете, самые силы... Планктон — это мясо. Планктон — это водоросли. Планктон — это животное. Слава Богу, у нас есть ботаники. Так вот, а теперь Махарадж сказал мне... Если... Вот, смотрите. Мы все знаем кладбище и знаем свою атмосферу там, на кладбище. Махарадж просто водоросло. Если у нас в Индии, говорит, людей сжигают, этот крематур делается за деревни где-нибудь, за городом. Туда приносят дела и там сжигают. Почему его делают за городом, вне? Потому что... Почему кладбище делают за городом, вне? Потому что это место нечистое. Оно нечистое как в материальном плане, так же оно нечистое и в определенных тонких сущностях, которые находятся у этого места. Это место, оно притягивает к себе сущности, которых мы не видим этими глазами. Духов и как угодно. Так вот, место, в котором сжигают трупов, называется крематорий. Когда мы домой покупаем красивые пакетики, приносим и готовим, вот это место, оно ничем не отличается от крематория, которое выносят за населенный пункт. А тут точно так же будет притягивать... Это будет дома у вас. Точно так же притягивать все эти существа к этой плоти, к этому мясу со всеми вытекающими последствиями. Это значит, они будут влиять на вас, они будут влиять на вашу семейную жизнь, они будут влиять на ваши взаимоотношения. Когда человека зарывают в землю, это называется могила. В могиле там черви это все разъедают. Так вот, когда человек ест эту плоть, у него тело фактически по всем категориям является могилой для того, кого он съел. Там точно так же все эти паразиты разъедают эту плоть. Понимаете, что из своих тел делают могилы, а из своих домов — крематории. О какой счастливой семейной жизни там может идти речь? Хорошо. 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 Так что, попробуйте, если вы сейчас живете, в жизни, вы женщины. В индивидуальной культуре говорят, что это патни. Жена не патни. Патни — он всегда спасает этого мужа. Он всегда помогает этого мужа. Он не пытается, он не пытается, он не пытается. Он не пытается. своему мужу в духовной жизни, и когда она защищает своего мужа от падения. Она — опора для своего мужа. Вот это настоящая жена. И в индийской культуре, в принципе, и по-русски точно так же, муж и жена — это нужно считать не две личности, это одна личность двух телах. А это значит, что всю жизнь нужно прожить вместе, вместе в гармонии и согласии. В Индии у нас говорят о том, что жена может тебя либо привести в ад, либо подарить тебе освобождение духовной меры. А в любой семье главой и всем управляет именно жена. Она ведущая. Поэтому, если жена хорошая, то ее муж будет соответственно хорошей. Куда пойдет жена, туда пойдет и муж. Поэтому настоящая жена — это та, которая помогает мужу духовно расти. Когда в Индии проводят свадебную церемонию, то муж и жена перед огнем клянутся о том, что они будут помогать друг другу в баджане, то есть в служении Богу. И это определяет, что не просто одну жизнь, а семь последующих жизней они будут жить вместе. Серьезно? 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 Потому что это только создаст лишнюю головную боль, лишние проблемы и приведет просто к ужасным страданиям, к ненужным. Это ведическая культура. Я знаю, что в России раньше была ведическая культура тоже. Так что теперь, раньше была такая культура, это муж и жена. Жена никогда не смотрит ни на мужа, ни на мужа никогда не смотрит ни на мужа, ни на мужа никогда не смотрит ни на мужа. Хорошо? Хорошо. Вопрос мы можем задать? А Вы на каком языке общаетесь? Не английский это? Хинди? Нет, это английский, но поскольку я живу 8 лет, то я уже знаю то, о чем он говорит. То есть у него английский слабый, но я понимаю, о чем он говорит, потому что я это слышала миллионы и миллионы раз. Мне достаточно полслова, чтобы знать, что он хочет сейчас сказать. Это не английский, не хинди, да? Нет, это английский просто с индийским произношением. А, так американский, да? Да, это как русский английский. Я тоже мало людей понимаю. Скажите, пожалуйста, Вы говорите о Писании. Так что Вы имеете ввиду? Какие книги? Ведическая литература, он говорит. Это вот в частности Бхагавадгиту, да? Или еще какие? Не только. Шремат Бхагавадгита. Не только, да? Не только, да. Бхагавадгита – это небольшая часть Махабараты. Помимо этого существует очень много, 18 главных Пуран, очень много Упанишат, 108 Упанишат. И самым главным писанием в церебрической литературе является Шремат Бхагавадгита. То есть, это не самое главное. Не как Библию христиан, например. Там не Раны Муцулеман, да? Это основополагающие, там фундаментальные принципы. Там не все знания, там фундаментальные принципы для того, чтобы человек мог начать духовную жизнь. Не, ну понятно, в Библии, например, тоже там 50, по-моему, книг с чем-то там все содержатся. Но основная там как бы вот Ветхий Завет и 4 там Евангелия. Я так, ну немножко христианскую так-то чуть-чуть знаю, а вот…